Кирилл Валович, игрок команды «Мастер Сатурн», отвечает на наши вопросы после великолепной победы над «Зенитом». Кирилл, во-первых, поздравляем с победой, поздравляем с забитым мячом, который стал для команды победным. Опиши ситуацию с голым, как удалось так пробить и попасть под самую перекладину. Спасибо за поздравление. Великолепные эмоции, когда еще болельщики болеют. Ну, мяч пошел верховой, я принял, думаю, ну, там метров 15-14 до ворота, дай ударю, попробую, закончу атаку ударом. И получилось. Ну, а все-таки, если говорить о событиях матча, за счет чего, на твой взгляд, удалось переломить ход игры, потому что уступали в счете, но затем забили дважды и в итоге одержали победу? Ну, я считаю, что такие игры только выигрываются за счет характера. Мы проявили характер и поэтому заслуженная победа. Ну, а в целом, как готовились к такому сопернику, который по ходу сезона еще ни разу до игры с вами не проиграл? Всегда, всегда приятно играть с такими соперниками. Готовились в обычном режиме, отталкивались от своей игры. Вот. Да, где-то, ну, не получалось, уже в конце прижались, но за счет характера, я говорю, мы выиграли. Насколько, с точки зрения эмоций, важна сегодняшняя победа? Может быть, поможет она при подготовке к следующим играм? Да, конечно, поможет. На феере, я думаю, мы сейчас попрем и будем набирать только три очка. Ну и заключительный вопрос. Сегодня в нашей стране отмечается День тренера. Что для тебя значит твой тренер? Может быть, какие-то слова благодарности ему адресуешь? Да, это довольно хороший праздник. Спасибо моему тренеру Андрею Станиславовичу, который всегда подбадривает, всегда подскажет. Вот. Спасибо ему. Еще раз поздравляем. Удачи в следующих матчах. Кирилл Валович, герой сегодняшней встречи. Андрей Светзинский, главный тренер команды «Мастер Сатурн», отвечает на наши вопросы после победы над Денитом. Андрей Станиславович, какие эмоции, какие впечатления обыграли команду, которая еще не проигрывала в этом сезоне? Ну, конечно же, эмоции самые положительные. Во-первых, я рад очень сильно за ребят, что с таким соперником они вытерпели, дождались своих шансов, реализовали их в первую очередь. Ну и потом добились желаемого результата, уже отстояв его всеми своими силами. Не то, что не опустили рук, а именно сыграли в этот момент, можно сказать, такое понятие «через не могу». За это им большое спасибо. И надеюсь, это для них тоже в какой-то мере станет подоплекой с такими соперниками в дальнейшем. Насколько получилось сегодня нейтрализовать атакующий мощь «Зенита», который забивает достаточно много во всех матчах сезона? Ну, настолько получилось, что соперник забил сегодня мяч. Получается, да, были моменты, и в концовочке были моменты. Ну, где-то везение, где-то как раз наша самоодача. Я считаю, что раз мы достигли результата на данный момент, то получилось нейтрализовать атаку соперника. Ну и еще один вопрос. Насколько важна в эмоциональном плане сегодняшняя победа над таким грозным соперником? Ну, она нужна, конечно же, все 100% она нужна. Предыдущие две игры, в окончании первого круга, да, можно сказать, уступили «Спартаку» и «Краснодару», при том, как бы, и пропустили от одной другой команды, там, 3-4 мяча и забили мало. Поэтому эта победа, как выражается языком, нужна была как воздух. Большое спасибо, удачи в следующих матчах. Спасибо, всего доброго. Константин Военков, игрок Санкт-Петербургского из НИД, отвечает на наши вопросы после матча с командой «Мастер Сатурн». Константин, ну, начали второй круг с поражения. В чем причина? Да, спасибо. К сожалению, сложно что-то сказать после такой игры, потому что, в целом, хорошее начало, потом ряд простых ошибок, и вследствие мы пропускаем голы, совершенно ненужные. Обидно? Больше нечего, наверное, сказать. В концовке владели преимуществом и инициативой. Казалось бы, создавали моменты, но вот чего не хватило для того, чтобы все-таки спастись? Да, я думаю, что, наверное, реализация моментов у нас хромает. Мы это прекрасно показали. Большое количество передач, фланга, которых мы добирались. И, к сожалению, после этого мы не были готовы к обороне, и вот поплатились двумя голами. Как быстро, на ваш взгляд, получится отойти от сегодняшнего поражения? Все-таки проигрыш первый в сезоне. Насколько он повлияет на команду? Да, я думаю, в целом ничего страшного нет. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем работу над ошибками. Обязательно посмотрим эту игру. И надеюсь, что все будет дальше хорошо у нас. Ну и заключительный вопрос. Сегодня всем его адресую. Сегодня в нашей стране отмечается День тренера. Что для тебя значит твой тренер? И, может быть, какие-то слова благодарности ему выскажешь? Ну, конечно, тренер – это неотлеимая часть команды. Без него не будет никакого успеха. Поэтому я бы хотел пожелать всем тренерам, вообще, в принципе, всем тренерам, чтобы у них все было хорошо, чтобы был прогресс в тренерской карьере. И все, наверное. И здоровья. Большое спасибо. Константин Военков отвечал на наши вопросы. Константин Валентинович Ленев отвечает на наши вопросы. Наставник «Зенита» Константин Владимирович, что не получилось, в первую очередь, для того, чтобы добиться нужного результата сегодня? Ну, не получилось. Играл атаки. Соперник оставлял много пространства за своей спиной. Они поджимали. Мое мнение, что достаточно рискованно это было. Но мы как раз-таки этим не воспользовались. Поэтому, наверное, вот это не получилось. И это повлияло на результат. Не забили мы. Не создали этих моментов. Но, тем не менее, ушли на перерыв, введя в счете. Вот во втором тайме два мяча пропустили. Причем, моментов у соперника, я бы сказал, что было много. Что это? Потеря концентрации или, может быть, с чем-то другим связано? Может быть, и потеря концентрации. Может быть, с чем-то связано с другим. Не знаю. Мне оттуда было чуть-чуть сложнее видеть причины наших ошибок. Поэтому надо будет посмотреть видео и узнать, почему так произошло. Насколько в эмоциональном плане первое поражение в сезоне повлияет на коллектив? Ну, посмотрим. Пока еще только закончилась игра. Посмотрим. Ну, вообще, наверное, мы разберемся и посмотрим, как на нас это повлияет. Ну, когда-то эти серии всегда заканчиваются. Ну, вот и наша серия закончилась. Начинаем второй круг с поражения. Ну, посмотрим, как будет дальше. Разберемся. Большое спасибо. Удачи в дальнейшем. Спасибо.